Прилетела в Дали и прямо с выхода, с терминала метро. Я сейчас на терминале один, там Индиго, и надо проехать мне на желтом пересадку, на желтую линию, на Хос-Хас, как они говорят, не знаю. Отсюда три остановки, вот это, вот там, где мы есть сейчас, вот куда надо идти, вот это вот. И там пересадка, и тогда в самый центр у меня там отель, и там все шоппинги, короче, я забыла, как он называется, такое название немножко длинное, какой-то плес. Мне надо на Хос-Хас, и там еще проехать, надо будет еще билет купить опять. Три остановки стоили 30 рупий, 20 рупий, вот. Не работала касса, там стояли у автоматов мальчики, и, короче, помогли купить билеты работники. Да, я заходила в Хос-Хас, и было тесно, мне показалось, что это сейчас есть, это желтая линия, это сейчас есть, это не так, это жунка, хаос и бурдон, это имя. Выхожу из вагона, дикие люди, дикие. Я хочу выйти, и там много народу выйти хочет. Нет, они заблокировались с чемоданами, какие-то бабы, и первые лезут, даже не дали людям выйти. Я говорю, стой, жди, подожди, выйти. Это, какие-то дикие. Хочу домой. Желтую линию надо. Желтая линия идет туда, потом она заходит вот сюда. Бардак, верна бардак. Сейчас покажу. Хорошая заметила? Ой, ветер есть. Смотрите. Неужели нельзя было поставить идти? Ну ладно. А я пошла туда, потому что она сначала туда вела. Она до сюда. Короче, непонятно. Я купила билет вот до сюда. До этого хос-хас. И там написано, что вот я здесь. Вот этот хос-хас. Билетной будки нету нигде, а мне надо ехать дальше. Короче, я не знаю, как я буду это. Наверное, на выходе заплачу. Понятия не имею. Дали вот такой жетон. Я его просканировала, когда я зашла. И все. И перешла на ту линию. Непонятно вообще ни хрена. Надо ехать раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На девятый сходить. На девятый сходить. Это от хос-хас. Это если ехать в центр, на тот круг, где все шоппинги. У меня там отель рядом. Посмотрим. Понятия не имею. Не хочу, чтобы меня сейчас штрафовали. Но не было никакой этой. Ни перехода, ни секьюрити. Прошлый раз ехала, меняла линию. И надо было еще секьюрити проходить. Сейчас ничего не было. Короче, какой-то хаос. Беспорядок, хаос. Сумка была в чемодане. Ну, чемодан был в самолете. И, смотрите, какие-то пятна на него накапали. Непонятно, что это. Какая-то... Какая-то дыра эта Индия. Там показано. Дима есть сейчас. Она тут девять станций. До синией линии. До перехода на сейму дуру. Метфо очень приятное. Очень курсовое. Потому что там... Вот, кто-то... Желтую линию перед мототоликой. Да ладно. Есть связи на месте старших и инвалидов. Но там тоже дядька сидит. Ну, там. Вот эти места для старших и для инвалидов. У меня не было никого. Если что, то стан... Девять станций. На девятый надо выходить. Вот. Не знаю, как я буду сейчас выходить с этим штоном. Он мне до... Он до... Ну, только... Ухозгаз. А... Короче, посмотрим. Такое вот штук. Такое вот штук. Забрали у меня все мои батарейки почти все. А там пару штук оставили. Я не знаю, как я буду снимать. Вот там дали. На телефоне. Так расстроено. Капец. Хочу денег потеряла с этой поездкой. С этим один лодным перелетом. Короче, доехала я до своей остановки. Раджа, Чок. И не пропускал у меня этот турникет. И там будка была. Билет, билетная будка, касса. Я говорю, не пускают. Они сказали, что надо 20 рублей заплатить. Они мне дали новый жетон. То есть, я приехала без билета. Но там не было будки. Я не нашла. Но я заплатила и меня пропустили. Видите, никакого штрафа ничего я не платила. Все, идем наверх. Я еще не помню, в ту сторону пошла. Короче, вход рубль, выход два. Еще надо найти, как там вверху. Но там уже можно взять тук-туки. Или пройтись там. Там буквально полкилометра до моего отеля. Можно и пройтись, но можно и на тук-туке посмотрим. Видите, с аэропорта Uber был почти 500. А я заплатила 40. Вот. И доехала, наверное, быстрее. Потому что сейчас трафик. Вот, поэтому выгодно. Выгодно. Очень простое метро. Ну, вот, билеты не могла найти, где купить. Выход из метро. И сразу я попала на шоппинг. Но, но, Таньки, но. Босы, босиком. Но тепло, хорошая погода. Можно футболочкой. На мне моя последняя футболка. Я ее уже два дня ношу, ничего не могла. Но, Таньки. Но, но. Я уже два дня ее ношу. Надо сменить. Надо что-то купить. Футболку, может, какую-то рубашку. Я не знаю. Посмотрим. Что-то должна найти. Потому что еще здесь два дня. Еще здесь два дня. И потом еще перелет. И я в Дубае целый день. Пересадка. Поэтому надо купить какую-то сменную одежду. Вот. Идем. Сейчас найдем. Все найдем. Он по кругу идет. Короче, здесь круг. И у него есть внутренний круг. И внешний круг. И потом такими лучами, как солнце, лучами отходят улицы. Вот. Довольно просто, наверное, можно найти. Но я сейчас посмотрю на карту. Я пользуюсь гугл-картой. Ну, в гугле смотрю, куда идти. Ну, сейчас интернет есть в телефоне. Короче, я обошлась без индийской карты. И все нормально. У меня Тимобил американский. И у меня все тянуло. Было, когда ничего не тянуло. Но вот видите, в основном я выжила. Я выжила. Все. Купила воду. 20 рублей. Бутылка. Значит, я могу пройти. Согласно карте, вот там передо мной центральный парк. Он круглый. Вот. На карте он зеленый, круглый. Но мне не интересно через парк идти. Я хочу посмотреть вокруг что и где. Присмотреться. Поэтому я пойду по кругу. Мне надо просто идти, идти по кругу влево. Ну, в смысле вперед. И, короче, пройтись. Там телефон говорит 17 минут ходьбы. Ну, если что, тут можно взять. Уже копейки стоит. Но я хочу пройтись. Теперь не телефон. Самый новый. Но все равно видеокачество. Вы видели, я там в комнате снимала в отеле. Качество не очень. Ну, может, днем получше. Вот. Монте-Карле. Окей. Переход, зебра. Оно едет. Здесь где-то под землей какие-то магазины. Электроника такая. Но мне это не надо. Мне какую-то шмотку купить, переодеться. Не знаю, буду ли я что-то покупать. Посмотрим. У меня целых два дня. Наверное, в этом деле. Ну, хоть метро. Прямо около отеля. Другое метро. Какой-то стадион. Называется станция стадион какой-то. И он буквально 500 метров от отеля. Но я хочу сегодня посмотреть, как туда идти. Потому что по карте смотрела. Там что-то непонятное. Вот. И я пройдусь, посмотрю. Потому что мне надо утром... Я вылетаю возле чем-то. Мне надо выехать. Метро открывается в 5.30. Я спросила там у секьюрити. Вот. Посмотрим. Я еще проверю в интернете. Если что. Потому что на метро быстрее, чем на машине. плюсы и дешевле. Если что, то вызову Uber. Вот есть уже Uber. Посмотрим. Вот так по кругу идем. Вот там парк. Вот видите здесь остановка метро. Другой выход. Я вышла на одном. Через один выход здесь другой выход. Гейт номер 1. А я вышла какой-то гейт номер 3. Или что там было. Грязно-то капец. Уже такие шопинги. Как надо. Такие шопинги уже как надо. Ну. Фирменные вещи там такое. Все равно грязь. Грязь. Помойка не страна. Больше в Индии не ногой. Ну нафиг. Пусть ее любят те, кому она нравится. А ничего против нее. Я лучше в Японию. И даже в тот же Таиланд. Вот. В Европу. Посмотрим. Надо еще в Арабские Эмираты поехать. Там тоже интересные есть. Посмотрим. Ладно. Я пока отключаюсь. А то все на меня пялятся. Я иду как дура. А потом поснимаем уж немножко. Ага. Мадам Тусо. Все. Я уже недалеко от вокзала. Я уже поняла, где я есть. Мадам Тусо. Или музей Иллюзии. Здесь где-то еще Мадам Тусо рядом. Я уже знаю, где я есть. Там на карте показываю. Я уже недалеко. Собачек кормят. Дядька принес пакеты с едой. Они так рады. У кого одной поводок есть. Ошейник. Так. Надо сюда. Идайся. 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 Да. Так. Мне надо как-то пройти. Идем. Сюда. Туда. Тук-тукер словил меня куда. Я говорю, вот показала на телефоне куда. Ладно, показал туда. Нафиг мне их информация. Я уезжаю. Слава богу. Как грязно здесь капец. Ну ладно. Уже перетерплю, переконкурюсь эти два дня. Фигня. Короче, тук-тукер мне говорит, за 20 рублей он меня туда завезет. Говорю, я сидела в самолете, хочу походить. Там буквально 3 минуты. Вот. Он говорит, туда и туда. Но меня интернет ловит, поэтому если что, то... Смотрите, все как это. Все как везде. Все магазины, станция, заправка. Я сейчас еду в Каримс ресторан. Это около Джава Макджит. Большая мечеть. И это знаменитый ресторан, когда король Георг V посетил Индию. Дали. Этот Карим, у него было на улице, ну как бы... У него не было ресторана, на улице он там готовил на гриле кебабы. И он накормил очень многих людей и заработал хорошую и приличную сумму. Потому что много туда ехали, встречать короля, много народа было. Он хорошо заработал. И открыл свой ресторанчик. Потом он открыл сейчас какой-то, по-моему, отель у них даже есть. Там несколько Каримов. Но мы едем в тот, который около Джава Макджит. Может, еще немножко посмотрим эту... Не обещаю. Потому что, не знаю, пустят, не пустят. Отмечеют. Ну, хоть снаружи, может. Хочу попробовать эту еду. Покажу вам. Посмотрим. Она, вроде, не самая дешевая, но обычные цены. Ну, нормальные, я думаю. Посмотрим, посмотрим. Сейчас все проверим. И вот я сейчас в Убере. В Убере туда стоит доехать от меня доллар с половиной. Полтора доллара. Ехать где-то 16 или 17 минут. Где-то так. Не пешком, где 44 минуты. Она показала мне карту, показала Google Map. И я думала, не хочу я так далеко идти. Я думала, он где-то здесь. Вот. И народ хвалил. Посмотрим, посмотрим сейчас. Не знаю, будет шоппинг или не будет. Уже два часа с чем-то. Скоро будет темнеть. Вот. И... Ну, я хоть высплюсь. Хоть сегодня высплюсь и отдохну перед полетом. Перед у меня ночью. Буду кукарекать в аэропорту ночь. И потом еще в самолете ночь. День. Ну, короче, очень... У меня 20 с чем-то часов. 20 часов 40 минут. Или сколько? Пересадка. Пересадка в Дубае. Вот. Пойду в город, хочу посмотреть, какой там уж тур возьму. С аэропорта и... Не знаю, посмотрим, посмотрим. Если нет, то в этих лаунжах перекоркнусь. Но я хочу отдохнуть, помыться. Вот. Привести себя в порядок. Конечно. Бесменную, чтобы отдохнуть, чистая. Вот. Ладно, едем.